За окном плюс 15, желтеют листья, дома хочется сидеть всё больше и больше, идёт дождь, и в целом, кажется, наступила осень. И это значит, что пора добавить осень и в Евротрак Симулятор 2. И сделала это я сегодня при помощи аж шести модов. Три из них, я думаю, вы уже сразу заметили. Это мод на грязь на грузовике, это скины, которые подходят к различным маркам грузовиков. Это мод на грязные колёса, грязные диски, мод на грязные кроновские прицепы. Там около 35 компаний, я выбрала компанию Coltrance. Далее, это мод на осень. По крайней мере, сейчас не очень заметно, но когда мы поедем, вы заметите множество желтеющих листьев. И также, посмотрите, сейчас вот у нас на компании лежат такие вот оранжевые листочки на полу. Далее, здесь также есть мод на видоизменённый дождь. То есть, капли дождя выглядят по-другому, звучат по-другому, то есть, более реалистично. Ну и более реалистичный ветер. Собственно, вот такие вот у нас сегодня осенние моды. И теперь нам осталось только выбрать груз и поехать. Добро пожаловать на РМ-РП. В безжалостный мир криминальной Москвы в ГТА-5. Выбери свою судьбу и присоединяйся к одной из мощных фракций. Получи доступ к самым крутым авто, чтобы проехаться по улицам Москвы в стиле настоящего бандита. Начни играть прямо сейчас, легко и быстро, с помощью наших уникальных систем для новичков. Увидимся на РМ-РП. А по моему промокоду ЛИСА ты можешь получить много интересных бонусов. Сейчас у нас 10 утра, мы находимся в Варшаве. Возьмём биржу грузов. И давайте посмотрим, какой груз мы сейчас с вами можем отвезти. Я хочу какой-то такой средненький груз. Я думаю, что вот как раз отвезти рис в Остраву, это получается уже в Чехию, было бы неплохо. Повезём мы с вами 22 тонны риса. Я, конечно, не знаю, кому нужно 22 тонны риса. Давайте поеду я с открытым окном, чтобы мы с вами могли наслаждаться звуками дождя. Хотя с другой стороны, с другой стороны нам затопит кабину, если мы так с вами будем ехать. Так, у меня почему-то включен дальний свет, я его уже выключила. И почему-то не включены виртуальные зеркала. Теперь я всё сделала, всё исправила. Нам совсем немножко тут вот до компании буквально чуть-чуть совсем проехать. Мне очень нравится мокрый асфальт. Я на него смотрю, у нас прям такие лужи на дороге. У них такое классное отражение. Дворники так, дворники работают. Берём биржу грузов и везём рис. Рис, не хватает только рыбы, да, чтобы у нас получилась рыба с рисом. Так, сейчас мы заберём. Тут, кстати, нужно будет парковаться задним ходом, потому что это же всё-таки заказ я беру со своим прицепом. И здесь нельзя пропустить погрузку. Ну, ничего, я это делать умею. Поэтому для меня это не сказать, что... Ой, 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 расхвалила, расхвалила я себя. Не сказать, что для меня это уже какая-то проблема. Надо просто не спешить, так как я поспешила и сейчас. Немножко выровняюсь и всё заберу. На самом деле атмосфера осени в игре сейчас довольно-таки приятная. Мне на самом деле нравится слушать дождь, любоваться на дождь. И, в принципе, на вот эту вот всю осень. Реально, дальше будет очень красиво. Мы когда с вами поедем, вы это увидите. Будут прям такие желтеющие, падающие деревья. Ой, будет прям здорово. Так, всё, глушим двигатель. Нажимаем Enter и забираем, забираем наш груз. Я знаю, что у многих из вас в городах ещё тепло. Ещё плюс 25, там даже у кого-то плюс 30 градусов. Но у меня уже всё. У меня уже во дворе в городе плюс 17 сегодня было. Ну, не сказать, что это, конечно, супер холодно, но мне холодно. В последнее время идут довольно часто дожди. Позавчера шёл ливень, вчера шёл дождь. И это довольно неприятно. Постоянно хочется спать, вот эти вот все дела. Но я стараюсь не унывать. Я, знаете, пытаюсь найти в осени что-то хорошее, что поднимало, как-то поднимало бы мне настроение, потому что, у боже, минус отбойник, не отбойник, а бордюр. Потому что, на самом деле, осень не моё любимое время года. И не сказала бы я, что она мне приносит много удовольствия. Давайте всё-таки поднимем окошко. И вот у нас вот так вот тихо-тихо становится. Просто прислушайтесь к звукам дождя. Я вот всё-таки стараюсь найти что-то хорошее в этом времени года. Я понимаю, что определённо хорошее это дождь. Потому что звуки дождя, они так классно расслабляют, успокаивают. Вот это вот определённый плюс осени. Да и, в принципе, пасмурная погода всё-таки не так уж это и плохо. Не постоянно же быть солнцем, правильно? Если бы у нас постоянно было только одно солнце, вы бы, наверное, перестали бы его так ценить. Хотя тоже не факт, конечно. Ну, в общем-то, хочу, как ты знаете, полюбить осень. Что-то в ней хорошее для себя найти. Так, у нас горит зелёный. И нам направо. Мы сейчас выйдем с вами на трассу. И вот уже на трассе. Ой, сколько там будет. Интересненького. Сколько там будет красивых деревьев. Так, нам тут направо. Получается, два мода из всех шести, которые у меня сейчас есть. Я нашла вообще в мастерской стима, поэтому их я вам могу спокойно посоветовать. Остальные я скачала с сайтов типа Playgrounds или ST Mods. Вот. И некоторые из вас говорили, что это не самые лучшие сайты, но, не знаю, я оттуда довольно часто скачиваю. У меня ни вирусов, ничего такого вроде бы ни разу не было. Но, тем не менее, я уверена могу посоветовать два мода. Они с мастерской стима. Чтобы их получить, достаточно в мастерской просто на них подписаться. И потом уже в игре вы их переносите в папку с активными модами. Не в папку даже, это уже в самой игре делается. В раздел с активными модами. Из мастерской стима здесь два мода. Это мод на грязные кроновские прицепы. И сейчас я торможу на красном. И также из мастерской стима мод на 35 грязных скинов для грузовиков. Вот. Я решила взять мерседес, потому что мне больше нравится мерседес в такой раскраске грязный. Вот, посмотрите, у нас прям такие, видно, разводы. Это здорово, очень здорово. Но, к сожалению, для многих из нас загрязнение здесь, оно статичное. То есть, это просто скины. То есть, никакого динамичного загрязнения здесь можно не ждать. Постепенно, как-то со временем, да, у вас грязь добавляться не будет. Вот вы себе такой скин поставили, и всё. И у вас сразу, как будто бы, грязный грузовик, прицеп и колёса. Ну, при помощи трёх разных модов, конечно. Было бы здорово, если бы здесь грузовик действительно марался бы, да, в процессе езды. Или бы он сильнее бы марался, когда мы ехали, например, под дождём. Или по какой-нибудь просёлочной дороге, например, где не такой вот идеальный асфальт. Но, к сожалению, такого в игре нет. И, как я считаю, вряд ли будет. А ещё, наверное, вы сейчас заметили. Небольшой косяк, я так полагаю, мода на осень. И скользко, 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 скользко состоит в том, что раз этот мод взаимодействует с картой, это, скорее всего, из-за него. Здесь иногда пропадают текстуры. Потому что это вообще обычная стоковая карта Евротрака. Это никакая не модовая карта. И здесь не должно такого быть 100%. Так вот, когда этот мод добавился, тут стали появляться некоторые дыры в дороге, дыры возле домов. Ещё какие-то дырки периодически появляются. То есть отсутствие текстуры. Они просто почему-то пропадают. Поэтому, если вы себе установите этот мод на осень, будьте готовы к тому, что он немножко может подпортить виды из окна вашего грузовика. Но не сказать, что это критично, потому что довольно редко всё-таки попадается вот это вот отсутствие текстуры. И, если честно, мне оно не мешает. Давайте я сейчас помолчу, а вы просто послушайте звуки дождя. Вот мне прям очень почему-то нравится. Вот пока я еду, вот так вот классно, здорово под дождём, можно представить, что вы, например, находитесь рядом со мной, являетесь моим пассажиром. Ну, вместо рюкзака сидите рядом со мной, либо, например, сзади на полочке для сна накрываете. Представьте, что вы сидите рядом со мной, я, например, веду грузовик. Вы периодически молитесь, конечно же, мечтаете не умереть. И наслаждаетесь звуками в кабине и видом из окна. Да, но посмотрите, какова красота. Вот если вот так вот представлять, пофантазировать, то, мне кажется, получается очень даже здорово и интересно. Но вот лично я кайфую. Я довольна этим модом, в особенности модом на осень и модом на дождь. Мне прям очень-очень нравится. Две машины у нас тут поворачивают налево. Давай, подождём. У него почему-то, как будто бы сразу оба поворотника включены были. Вообще аварийка, или мне показалось? Как-то... Как-то странно. Может быть, побыстрее дворники сделать? Ну, так нормально. Посмотрите, какая у нас сейчас пустая дорога. Никого нет. Такой туманчик небольшой впереди. Но это, наверное, из-за того, что просто дождь у нас достаточно плотный. Интересно, что 427 километров? А я знаю почему. Потому что региональные дороги я не выкручила. Вот поэтому мы едем с вами. Кстати, видите, сейчас не по трассе, а по региональным дорогам. Но, в принципе, и 427 километров это тоже нормально, хорошо. Даже немножечко подольше мы с вами прокатимся. Мне бы даже, знаете, хотелось большую часть времени молчать. Но вряд ли это получится, потому что я тоже болтливая, да, и все такое. Но мне нравятся звуки дождя, и хочется как-то этим наслаждаться. Ну и красиво. Вот прям очень красиво. Только вот немножко кажется, что, наверное, с отражением на асфальте все-таки чуть-чуть, как будто вы перемудрили. Хотя, может быть, нет. Но такое ощущение, будто прям зеркальный у нас какой-то асфальт получается. Ну и так здорово. Прямо здорово. Я надеюсь, что дождь у нас не закончится до конца прям поездки. Ну и еще заносит, конечно, очень сильно на поворотах, поэтому я вот сейчас еду-то вообще 100 километров в час почти. Если будет какой-то поворот, меня прям нормально так занесет. И торможу я тоже прям дольше. Но это нормально, зимой такая же история происходит. Это даже реалистично. Так, нам тут направо. Впереди воздушный шар. Интересно, кто-нибудь в такую погоду вообще катает на воздушном шаре? Мне кажется, что очень-очень вряд ли. Но, понятное дело, это просто игрой сюда вставлено, и все. И от погоды, конечно же, не зависит. У меня какой-то очень смелый водитель решил обогнать. Но, блин, он мне мешает. Я хотела вообще фуру обогнать потом. Ну, давайте я вас обоих тогда. Хотя, конечно, я ничего не вижу впереди. Кто там впереди едет, не едет? Я надеюсь, нет. Знаете, было бы здорово найти вод на какой-нибудь очень классный, очень плотный туман. И сделать вид, как будто бы на дворе стоит раннее-раннее утро. Летнее, например, да. И случился туман такой плотный-плотный. И вот я как будто бы пытаюсь в нем ехать. Вот примерно так же, как сейчас. Здорово, знаете, все такое мутненькое, классное. И дождь такой интенсивно идет. Я бы хотела бы мод на еще какой-то более плотный туман. Наверное, если такой мод вообще бывает. Если такой мод есть, то можете написать мне о нем в комментариях. Я бы его сто процентов бы попробовала. Тут немножко сбавим. Тут у нас... Машинки плетутся очень-очень медленно. Хотя мы можем их обогнать. Но вот я... Не вижу, есть ли там кто-то впереди. А если есть, то будет плохо. Блин, прикольно так, что вообще не видно никого. О, вижу, вижу. Это было прям опасно. По идее, в такую погоду лучше вообще не обгонять. Но в реальной жизни, конечно, лучше вот подобным не заниматься, чем вот я сейчас занимаюсь. А так в целом хорошо. Нам налево. Налево. Слушайте, какой у нас льет дождина. О, господи. Ой-ой-ой. Но мне нравится. Классно. Вообще классно. Я бы хотела такой же дождь у себя в городе. Хотя вот такой примерно и был позавчера. Такой же дождь лил. Там, я хочу еще. Классно мне что-то нравится. Последнее время я так полюбила дождь. Может быть и осень, знаете, полюблю. Вместе с этим. Классно. Вообще классно. Ей-ей. Прям встречка прямо из этого тумана. Выезжает. Здорово, здорово. Слушайте, мод на осень. Вроде бы тоже в мастерской стима есть. Если мне память не изменяет. Но я вот его скачивала уже с интернета с сайта. Но если я не путаю, то в мастерской твой же есть. То ли тот же самый, то ли другой какой-то. Но вот есть, есть что-то. Можете посмотреть в мастерской стима. По-любому что-то должно быть. Видимость прям плохая. Я прям даже не вижу, куда мне ехать. Ой, ну здорово. Погодка вообще. Что-то с чем-то. И знаете, дома. Дома уже холодно. Несмотря на то, что на улице плюс 17. Да, это не сказать, что холодная погода. Ну так, плюс 15, плюс 17. Но из-за того, что идут дожди, это прям ощутимо становится. И дома становится холодно. О, вот эти вот столбики справа, они прям как мой плед. Прикольно. Ехать нам, кстати, еще 259 километров. Так, давайте мы с вами обойдем вот эту вот хотя бы одну желтую машину. Немножко я застопила трафик, конечно, встречный. Но ничего не беда. Ничегошеньки вообще не видно. Куда ехать? Я хочу обогнать. У меня есть такой соблазн. Немножечко объехать. Я это вот, наверное, буду в этом ролике делать до тех пор, пока я в аварию не попаду. Но, конечно, в реальной жизни я бы так себя не вела, я бы так не делала. А здесь могу себя позволить. Так, осторожно. Слушайте, дождь прямо это разошелся. Я когда мы с вами ехать начинали, вообще такого не было. Прямо очень-очень хорошо, что поехали по региональным дорогам. Мне кажется, красиво. Но вот из-за этого дождя вы, конечно, не видите. Желтые деревья, да, опадающие, ничего не видно. Обгон запрессен, двойная, сплошная. Блин, что же делать? А вот тут у нас все ограничения уже снимаются. Значит, мы что? Можем обогнать. Столько видеть бы вообще хоть что-то перед собой. Как-то, знаете, лампово очень получается. Атмосферно очень, согласитесь. Время это всего 3 часа дня. Ну, по игровому времени, конечно же. А такая атмосфера, как будто бы какой-то вечер уже, знаете, наступил. Так темно. О, приятно, прям приятно. Вот представьте, на улице так мокро, сыро. Или йода дождь, в общем, вот такое, бурр, прям, да. А в машине тепло работает, давайте скажем, климат-контроль, да. Он тут есть, интересно. допустим печка да наверное наверное тут это просто кондиционер и как он обогреватель или печь когда моя мама говорит вот представьте работает печь когда вы берете да и всяк трое ся и так тепло хорошо у вас в руке какой-нибудь горячий чай или кофе вкусняшки или например какой-нибудь вкусный сытный бусерброд вот который лежит сейчас у меня на панели и вы это сидите все кушаете пьете кофе чай и вот любуетесь на этот вид из окна но вообще ну такой кайф разве нет я бы хотела в реальной жизни вот так вот даже прокатиться это здорово мне кажется это прямо здорово можно обгонять уже в моем случае вы еще сидя со мной на пассажирском и т.с. когда думаете о том как бы эта поездка не стала последней вашей жизни в общем романтика прям до романтика вообще согласен нам осталось ехать еще сто семьдесят семь километров у нас передо мной еще едет три машины вот так нормально небезопасно конечно не разу но сегодня как-то очень мало встречного трафика едет поэтому я почему-то уверена в том что все нормально что можно обгонять спокойно так а сейчас сейчас не уверен тут у нас еще дорога такая это извилистая пошла не очень не очень на ней вообще что-то видно ну уж кстати с вами едем-то куда в краков они от вас травы мы с вами через краков что ли вы с траву едем нет а вот тут нужно направо сейчас повернем слушайте вот я как по моему заказу всю дорогу весь груз идет дождь у меня кстати вероятность осадков 50 процентов и вот так повезло такой конечно шанс конечно 50 на 50 но вот видите повезло и у нас всю дорогу как я и хотела идет дождь без остановки мы с вами заехали в краков в кракове делают краковскую колбасу я вот не знаю кстати напишите в комментариях почему краковская колбаса называется краковской и связано ли это как-то с краковым собственно вот и расскажите мне компания 3 мире справа моя самая нелюбимая компания потому что в нее очень неудобно заезжать она знаете такая узкая узкая налево поворачивая так и ждем когда у нас там загорится зеленый только желтый загорится сразу на газ нашу чтобы побыстрее 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 чем вот и поехать и занять полосу и чтобы мне за ними не пришлось ехать нормально все теперь они мне не будут мешать ехать еще и сто тридцать восемь километров напоминаю мы везем рис 22 тонны город острова 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 наверное не острова точно прямо можем правой полосе ехать что по сути нежелательно чтобы мы слева ехали хотя мы очень быстро едем вряд ли мы бы наверно кому-то помешали ну и нам все равно поворачивать еще скоро но вот этому машину конечно обгоним скоро будет съезд направо так где-то здесь я не вижу где только когда близко подъезжаешь уже видно куда ехать и так вообще нет и в сторону готовится ничего не видно о ей нам налево еще 110 километров нам ехать на заправку кстати не надо нормально он показывает на указатель до острова сто три километра нам показывает сто семь ну плюс-минус потому что нам еще одна компания нужно проехать чуть дальше видимо чем начинается сам город какая все-таки прикольная погода вообще вот прям супер я бы в целом всем модом наверно поставила бы 10 из 10 вот насчет ветра я не уверена мне кажется что звука ветра вообще нет и ощущение такое будто бы ничего не изменилось вот я открою окно вот слышно турбину двигатель до слышно на ветер почему не слышно ветер кстати было бы так было бы классно если бы была реализована такая механика что вот ты когда во время дождя открываешь окно у тебя залетают как-то при дождя в салон автомобиля было бы классно это еще больше бы добавили добавила бы реалистичность как мне кажется но наверное так сделать нельзя в силу движка игры может быть в общем то не знаю но жалко жалко было бы здорово супер она свободная дорога осталось ехать шестьдесят восемь километров совсем-совсем немножко нам осталось ну кстати ощущение такое будто бы погода лучше становится вам не кажется какой-то бы немножко как-то это раз раз погаживается распогаживается что в общем как будто бы точно скоро закончится мне кажется как-то видимость получше стало хорошо слушать реально лучше лучше наверно скоро закончится потому что я ехала вообще даже вот вот даже на таком расстоянии не было видно машин никаких невстречных сейчас прям хорошо все ограничение 80 я еду 120 ну почти почти не превышаю почти без превышения еду без нарушения и считаю нормально ой-ой-ой хорошо все нормально нам все равно 18 километров осталось еще доехать давайте вправо перестроимся я конечно не знаю куда нам там нужно будет поворачивать стороны компании вправо влево пока так чуть вот бойник мы с вами не вышли наверно все таки на такой скорости не стоит это делать ой и хорошо нам нужно будет поворачивать налево тогда будем ехать в левой полосе в левой полосе так и на право сразу мы же никому не мешаем и здесь у нас еще раз поворот направо сюда и еще раз направо мы едем в компанию карфор поэтому еще чуть-чуть так знак стоп это не для меня я так чувствую не для меня так до левая а боже это белая лавочка впереди я подумала какая-то очень странная собака так отлично думаю что можно попробовать припарковаться я если у меня получится не имею ввиду попробовать припарковаться задним ходом и и и криво 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 как-то я очень быстро разгоняюсь из-за этого начинаю косячить надо не спешить поменьше трогать педаль газа наверное все отлично глушим двигатель и сдаем наш груз превосходно мы доставили рис из варшавы в острову ваше мнение насчет данных модов вы можете написать в комментариях и также не забывайте ставить лайки и писать комментарии и подписываться под плена ну все устала и подписываться на мой канал если вы еще почему-то на меня не подписаны на мы с вами встретимся в следующих роликах и стримах всех вас целую обнимаю и всем пока где в козыролевом козыролевом